На данном участке ведутся работы по демонтажу участков тепловых сетей ТМ1, ТМ2 диаметром 800. Сейчас ведутся подготовительные работы по замене уже новых участков. В ближайшее время будет производиться демонтаж старых свай. Для обор тепловых сетей будут забиваться новые сваи и укладываются в новый диаметр ТМ2. Сроки у нас по плану согласованы с администрацией города Ваговещенска до 1 сентября текущего года. По специалистам подряд организация выполняет работу усиленным количеством бригад. Порядка 25 человек тут будут задействованы на демонтаже. Сейчас порядка 15 человек тут производили работы. Помимо этого силами цеха тепловой сети оказывается всяческое содействие, выполнение. Две магистрали приняли на реконструкцию, потому что уже давно надзревал эта проблема. То есть в городе идет массовая оживая застройка, не хватает уже пропускной способности тепловых сетей, поэтому необходимо производить реконструкцию. Это делается для того, чтобы нам стабилизировать гидравлический режим. Если мы сделаем реконструкцию всего лишь одной тепломагистрали, то у нас более ухудшится ситуация на остальном. В связи с тем, что головные участки все-таки выведены в ремонт, и у нас по графику есть плановые ремонты других тепломагистралей, повторные отключения по данным тепломагистралям при выводе в ремонт остальных тепломагистралей будут неизбежны этим летом. Поэтому, мы видим, что придется подключить. Сейчас, да, временные трудности у нас есть по отключению. Большая часть города у нас остается и будет оставаться без горячего водоснабжения. В связи с тем, что мы сейчас производим также подготовительные работы по установке заглушек на северной и северо-западной магистрали. Тем самым мы отключили, конечно, большую часть потребителей, но к концу следующей недели мы перезапитаем большую часть города после вывода с планового ремонта третьей магистрали. Мы запитаем жителей города Богореченского, который подключен от северо-западной магистрали и от ТМ2 северного района на третью магистрали. Большую часть города подавится. О мощности трудно говорить сейчас, потому что в связи с комплексным развитием территории еще не до конца утвержден генплан города Богореченского по развитию коммунальной инфраструктуры. И говорить о том, насколько увеличится мощность тепловых сетей, подключение тепловой нагрузки пока сложно.